Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня на примере новой десятки Тайхо разберем особенности сборки новых авианосцев мира кораблей. Про сборку новых авианосцев World of Warships на бусте уже вышел вот этот эксклюзивный материал, который до Ютуба не дойдет, так что интересующимся советую ознакомиться, так как сборка для новых авиков важна как никогда, явно сильнее, чем для старых. Но у авиков World of Warships и мира кораблей слишком много различий, и поэтому их эффективные сборки серьезно отличаются, причем по ключевым элементам. Я уже довольно много поиграл на новых авиках мира кораблей, пробовал различные сборки и в итоге остановился на самой оптимальной, которой с вами сейчас и поделюсь под шелест ваших лайков. Итак, первый слот модернизации, куда мы обычно берем авиагруппы для ускорения возвращения эскадрильей на 20%. Для большинства авианосцев это важная модернизация, так как без нее во второй половине боя уже может не хватать самолетов для полного вылета. Особенно, если вы берете перк на маскировку, где идет штраф к скорости возвращения еще на 50%. Однако одна из особенностей новых авиков мира кораблей в том, что у них просто овер дофига самолетов на палубе. Смотрите, штурмовиков и бомберов по 42. Для сравнения у Хакурю 14 и 18 соответственно, а также дольше их время возрождения. А постановщики Мин у нас вообще тактическая эскадрилья, то есть она вызревает порциями, как птенцы в гнезде, и на нее скорость возвращения эскадрильей вообще никак не влияет. Поэтому в первый слот лучше брать угольную модернизацию, продлевающую работу ремки аж на 40%. И с ней ваша ремка будет работать не 60 секунд, а целых 84. В сумме получается, что почти полторы минуты на вас нельзя будет повесить пожар или затопление, а подводная лодка не сможет прицепить к вам свой акустический импульс, что по нынешним меркам очень важно. Говорю это еще и с большой высоты своего подводного опыта. АВИК с такой ремкой утопить на подводной лодке ощутимо сложнее. Второй слот стандартно – авиационные двигатели. А в третьем слоте реально полезных модернизаций две – на увеличение времени работы дымогенератора или на время действия минного заграждения. В первом случае вы протянете дымы чуть дальше, но обычно это мало на что влияет. А вот время работы минного поля возрастает с 90 секунд до 103,5. И 13,5 секунд – это уже ощутимо. Особенно для техники постановки двух минных полей рядом. Есть и такая. Мы ее разберем позже на бусте. В любом случае, чем дольше стоят ваши мины, тем они полезнее. Даже если с них все цели уже вышли, то круг минных полей все равно может мешать соперникам в их удобном передвижении ключевым позициям на карте. В четвертом слоте боеспособность штурмовиков и бомбардировщиков нас волнует мало, так как этих самолетов у нас реально очень много. И в ангаре, и из-за высокой скорости их восстановления. Так что из реально полезного здесь выбор между усилением глубинных бомб, что очень полезно, если воспитается утопить подводная пакость, но пригождается не так и часто, и далеко не каждый бой. А вот боеспособность постановщиков мин нужна несколько раз каждый бой. Так как для удобной постановки мин часто приходится влетать в зону ПВО или даже пересекать зону ПВО одних кораблей, чтобы долететь до ордера и поставить мины перед ним. А если часть постановщиков мин сбивают, то радиус минного поля сильно уменьшается, что существенно облегчает целям возможности выхода из него. Вот посмотрите, какой радиус минного поля при постановке мин полной эскадрильи. Кстати, здесь вы видите как раз двойное минное поле. Напомню, что про него мы поговорим в отдельном эксклюзивном видео на Бусте. А вот какой небольшой кружочек получается, если у вас сбрили часть постановщиков мин. Поэтому в четвертый слот лучше брать увеличение их боеспособности. Пятый слот. Здесь обычно мы берем полетный контроль для увеличения размеров ангара, а также скорости подготовки самолетов. Однако для новых авиков размер ангара не играет почти никакой роли, так как бомберов и штурмовиков в ангаре и так очень много. А постановщики мин вообще тактические и не зависят от размера ангара. Поэтому данная модификация может быть полезна только для ускорения подготовки постановщиков мин. У них перезарядка долгая, поэтому 5% в базе дают ускорение на 9 секунд. Однако если у вас взят перк воздушное господство, который также дает 5%, а проценты от модернизации и перка накладываются друг на друга, то прибавка от модернизации составит только 8,5 секунд. 162,5 против 171. И по опыту боев могу сказать, что 8,5 секунд, конечно же, ощущаются. Но не так, чтобы это серьезно на что-то влияло. Модификация на количество снаряжения эскадрильей, которая просто критически важна для новых авианосцев World of Warships, для авиков мира кораблей уже не так полезна, поскольку дымов и так много, а перезаряжаются они долго, и поэтому за бой далеко не всегда используешь их все. Разве что для количества форсажей и истребителей модернизация может быть полезна. Но маскировка авианосца все-таки полезнее. Тем более она влияет еще и на рассеивание снарядов, атакующих вас соперников, а также и на незаметность ваших эскадрильей. Самолеты новых авиков мира кораблей наносят мало урона, но их много. Поэтому важно подходить как можно ближе к целям, чтобы вылетать чаще. Для этого качаем маскировку максимально, а также активно используем дымы. И при грамотном расположении можно делать много вылетов за бой, не жалея самолеты, которых у нас много, и набивать хоть какой-то урон. Ну и в шестом слоте у нас выбор между боеспособностью эскадрильей и их скоростью. Здесь уже стандартно. Конечно же берем скорость, как и практически на всех остальных авианосцах. Некоторые так называемые спецы, в кавычках, советуют брать боеспособность. Вот только она добавляет лишь немного ХП, что оказывает только небольшое положительное влияние на живучесть самолетов. А увеличение скорости оказывает влияние и на живучесть самолетов, так как чем они быстрее, тем скорее пересекают зону ПВО и меньше получают урона. И на наносимый ими урон, так как самолеты быстрее долетают до целей. И с учетом больших расстояний перелетов за весь бой, разница в уроне набегает весьма существенная. Поэтому всегда скорость, кроме редких случаев, очень уж медленных самолетов, но жирных. Так как для них абсолютная прибавка к скорости совсем небольшая, а к боеспособности уже будет ощутимо из-за высокого базового значения. Но для новых авиков мира кораблей, конечно же, скорость. Видео уже затянулось больше обычного, а про перки надо рассказать еще очень много. Там есть необычные важные нюансы, которые в двух словах не объяснишь. Поэтому перки мы разбираем в этой вот второй части видео, которая доступна только на Бусти. Заодно вас там ожидает более 60 эксклюзивных материалов, в том числе обучающих по авианосцам и другим классам. Подходите, изучайте и побеждайте. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджелед. Пожарная тревога.